Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа День города. Как началось лето, расскажем прямо сейчас. Смотрите в выпуске. Центр семьи и детей открылся в Полянах. На церемонии присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков. Цирк – это мы. Флэшмоб в честь Дня защиты детей состоялся в десятках городов страны. Как все прошло в Рязани, смотрите в нашем материале. Мне все снится Солочи. В области продолжают праздновать 130 лет со дня рождения Полустовского. Сегодня в библиотеке Горького в рамках празднования открылась выставка. Сегодня День защиты детей. В селе Поляна под Рязанию при поддержке меценатов временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков и представители благотворительного фонда открыли новый центр семьи и детства. Он возьмет на себя функции антикризисного центра. Подробности с места открытия далее. Десятки детей и родителей. У по-настоящему долгожданного центра семьи и детства сегодня буквально яблоку негде упасть. О возведении центра говорили еще в 2018-м. Тогда на улице Солнечной, что в селе Поляны, располагался только городок под названием Ключ. Его создали 10 лет назад специально для семей, которые воспитывают приемных детей. Вопросы защиты детей, их образования, самореализации – это главные приоритеты социальной политики, государства и, конечно же, нашей области. Этими задачами должны заниматься системно, постоянно работать на опережение, создавать среду для развития подрастающего поколения, эту атмосферу безопасности детства и, конечно, оперативно оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. Решать задачи будут вместе со специалистами. С ними же, кстати, решали и какие практики разместят в центре. Сами семьи хотели бы видеть здесь и комнату для уединения, и японский сад, и помещение с прозрачным потолком и еще много чего другого. Родители с детьми даже придумали список желаний, как на Новый год. И многие из этих желаний меценаты исполнили. И городок Ключ, и центр семьи и детства – прямая заслуга фонда Тимченко. Мы надеемся, что этот дом, который теперь есть у вас, это будет место, где каждый может найти себе занятие по душе. Это место, где вам всегда помогут, если вы столкнулись с несправедливостью или жестокостью. Это место, куда могут прийти родители и дети, и взрослые, как это называется, молодые взрослые со своими проблемами. Мы надеемся, что этот центр поможет улучшить благополучие семей. И наступил момент, которого все так ждали. Сегодня центр открыл свои двери. Павел Молков вместе с меценатами осмотрел помещение внутри центра. Здесь и кабинеты психологов, и просторные классы, в общем, говорит, был впечатлен. В чем важно, что вот эти лучшие практики, которые формируются здесь, в центре, распространялись и на все другие учреждения подобного типа у нас в Рязанской области. Тоже мы сейчас это с нашими коллегами проговорили и договорились, что в ближайшее время проведем совещание и определим дальнейшие шаги, как эти лучшие практики тиражировать не только куда-то вовне, а сюда приезжает очень много представителей соответствующих структур из других регионов, но и тиражировать у нас внутри области, чтобы они были внедрены везде. Работа центра направлена на развитие Института приемной семьи, оказание кризисной помощи, дополнительного образования, развитие школы приемных родителей. Валерий Седов, Дмитрий Фимов. Телекомпания. Город. Рязань приняла участие в масштабном флешмобе «Цирк». Это мы, приуроченном к Дню защиты детей. В десятках городов нашей страны перед цирками и на манежах тысячи человек собрались, чтобы выстроить объемное слово «Цирк». Несмотря на будний день возле цирка оживленно, первый день лета, праздник детства – и все это под эгидой веселого флешмоба. Две сотни детей, родителей, артисты шоу «Песчаная сказка» вместе выстроились в слово «Цирк». Я люблю все представления, они очень веселые и интересные. Очень интересно посмотреть, что будет. Было весело, хотелось получать свою инициативу. Мне очень нравится цирк, мне нравится, как выступают, что люди стараются всем поднять настроение. Вот. И мне сегодняшний флешмоб очень понравился, очень позитивно так. Ну, скорее всего, это в честь защиты детей, так как сегодня первый день лета. Каждый участник в придачу к хорошему настроению получил еще и сладкий подарок прямо из рук директора цирка. «Росгосцирк» анонсировал акцию «Цирк – это мы». И вот сегодня мы собрали детей и взрослых на такое вот мероприятие, провели флешмоб. И я думаю, что все остались довольны. И сейчас, после этого мероприятия, мы детей проведем за кулисы цирка. Обычно сюда не попасть. За кулисье – само слово таинственное. И действительно скрывает множество волшебных тайн. Близко-близко дети увидели царственных верблюдов, задорных самоедских лайк, сказочных павлинов и лоснящихся красавцев коней. Несказанно повезло сегодняшним посетителям. Им разрешили посмотреть даже на бегемотов самых, пожалуй, капризных арсистов. Подход к ним нашел единственный в мире человек. Они самые опасные животные в Африке. Больше всех людей гибнут от бегемотов. Не от тигров-любов, а именно от бегемотов. Они территориальные животные, они на свою территорию никого не пускают. Как вам удалось подружиться с ними? Ну, я же взял их маленькими, в годовалом возрасте. У них еще даже зубов не было. Горящие глаза совсем маленьких деток и тех, кто постарше, да и родителей. Говорят о том, что праздник сегодня удался. Цирк – волшебное место, где даже в самом серьезном взрослом просыпается давно забытый маленький ребенок. Решили приоткрыть особенности какие-то тайны дрессировок и содержания животных. Но вроде бы все дети довольны, получили новые эмоции, потому что попасть за кулисы цирка, но это такой редкий шанс, получается это не всегда. Но в День защиты детей должны проходить чудеса и приятные сюрпризы для них. В День защиты детей Росгосцирк запускает ежегодную всероссийскую акцию «Цирк детям села». Все лето цирки страны будут выезжать в отдаленные районы России, чтобы подарить детям, которые не могут попасть в цирк, возможность увидеть представление прямо рядом с домом. Рязанский цирк в акции тоже участвует. 8 июня «Песчаная сказка» отправится в Шиловский район. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Четверть всех преступлений – посягательства на жизни и здоровье детей и совершенные детьми. Эту статистику приводит Следственный комитет. В День защиты детей правоохранители говорили об эффективных мерах профилактики таких преступлений. В кабинете руководителя межрайонного следственного отдела Александра Логинова больше 10 школьных рюкзаков. И вовсе не вещественные доказательства, как это обычно бывает у следователей. Наоборот, все новенькие, каждый от чистого сердца подарит детям, воспитанникам Путязинской школы-интерната. Ведь процессуальная деятельность следователя, как говорит Александр Логинов, это не только расследование преступлений и проверки. Органы следственного комитета, в частности Рязанский межрайонный следственный отдел, часто участвуют в жизни летних на обслуженной территории. То есть мы навещаем детей-сирот. На нашем территории расположена Рыбновская школа-интернат, подшефная, так скажем нам. То есть на все праздники детские и на все мероприятия, которые происходят там, практически мы на всех мероприятиях присутствуем. Профилактика – это в том числе беседы по душам в школах и вузах. В марте были в детском лагере, где разместились беженцы. Детям подарили разные школьные принадлежности. Сюрпризом обрадовались. Следственный комитет на сегодняшний день решает задачи, связанные с обеспечением жильем детей-сирот. Играет очень большую профилактическую роль в жизни детей. В частности, мы часто выходим в школы, проводим профилактические беседы. Александр Логинов добавил, что сейчас роль Следственного комитета воспитания детей велика. Одни только беседы с несовершеннолетними, как бы это ни звучало, многого стоят. Во всей Рязанской области четверть от общего числа преступлений совершают дети или совершают в отношении детей. Каждое такое становится резонансным. Одно из запомнившихся произошло в ноябре 2020 года. Житель Рязанского района, управляя автомобилем «Газель», двигался в темное время суток уже по автодороге, ведущей к селу Болошнево. В попутном направлении двигался несовершеннолетний ребенок на велосипеде. Он, больше мы уверены в этом, не заметил этого ребенка и совершил на него наезд. Однако, что ему управляло, неизвестно, но вместо того, чтобы попытаться оказать ребенку помощь, посмотреть, что с ним случилось, вызвать скорую помощь, опять же, он взял его за ноги и стащил в кувейт. Мужчина заметал следы как мог. Свою «Газель» сначала отремонтировал, а потом продал в местечке за полторы тысячи километров отсюда. Задача у следователей была непростая – доказать виновность человека, когда нет ни следов, ни орудия преступления. Грамотно спланирована работа следователей Рязанского МСО, следователей криминалистов управления, а также органов внутренних дел позволили привлечь его к уголовной ответственности. Доказательная база – порядка восьми следственных экспериментов, при которых полностью воспроизвели всю обстановку случившегося. Под весом доводов мужчина раскаялся. Ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. С такой скрупулезной работой по, казалось бы, гиблому делу можно понять и кредо комитета. Раскрыть во что бы то ни стало. А уж тем более, если преступление против детей. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Мне все снится Солоча. Так называется экспозиционный проект, посвященный 130-летию со дня рождения известного писателя Константина Георгиевича Паустовского. Цикл выставок рязанских фотохудожников и живописцев в рамках этого проекта продолжила выставка творческих работ рязанского художника Владимира Скобеева. Владимир Яковлевич Скобеев – профессиональный художник и фотограф. Жизнь и деятельность его тесно связаны с Мещерским краем, который стал для него неиссякаемым источником вдохновения. И где им были созданы самые лучшие картины и фотозарисовки, хотя родился он в местах другого нашего земляка – поэта Сергея Есенина. Все мои родня, все мои преды, они все с Есенинских мест. Это Костино, Коростово, Волынь, Марково, Новоселки. Вот как раз вот эти есенинские места. Поэтому мне они как-то, я считал, что это прям самые прекрасные. Но когда вот я увидел вот этот проб, тут у меня, конечно, все изменилось. Потому что это река, конечно, сказочная. В 70-е Владимир Яковлевич проплыл маршрут по Пре на Байдарке. Им еще раз очаровало его. Молодой художник решил основать в этих местах свою мастерскую. На живописы, вот есть кордоны, это тоже по фотографиям, такой, какой он был. Потому что сейчас вот я в этом году еще там не был, не знаю, что там сделали, потому что национальный парк, там они хотят его сделать именно такой, какой он был, потому что он сгорел. А у меня получилось очень удачно, что мы там как раз проплыли, стояли, я его сфотографировал, а через месяц он сгорел. Поэтому мне остались и фотографии, и все, 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 все. И вот он такой, какой он был. Там вот этот колодец на том же месте, домик так же стоял. Исследуя мещерские пейзажи на Байдарках, Владимир фотографировал. Часть фотографий стали референсами для картин. На некоторых сохранились исторические виды. Там, значит, я построил дом, мастерскую. Тогда все это было просто. Землю я оформил за два дня, мне оформили у всяких. Живи, пожалуйста. Работал на турбате, когда нужно было стать старшим инструктором. И уже тогда я познакомился с озерами. Особое место на выставке отведено работам мастера, посвященным Солочинским православным храмам и Дому-музею Пожалостина, где с 1932 по 1954 год жил и творил Константин Паустовский. Дополняют выставку фотографии из архива Московского музея Паустовского и книги писателя-юбиляра. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Смотрите новости на сайте телекомпании в группе ВКонтакте. А я прощаюсь с вами и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова